Нынче Муха-Цокотуха, именинница в Театре куклы и актера Буратино отметили десятилетие со дня выхода одного из самых кассовых спектаклей Муха-Цокотуха. Таких долгожителей в детском репертуаре театра очень мало. Не только дети, но и взрослые с удовольствием смотрят эту постановку по второму-третьему разу, называя ее настоящим праздником. С чем связан такой бешеный зрительский успех, определила жюри престижных театральных конкурсов. Этот спектакль был удостоен самых высоких наград – за лучшую режиссуру, за лучшее художественное решение и за ансамблевость в работе с куклой. Этот спектакль поставил один из ведущих актеров театра Александр Анкудинов. Все родилось спонтанно, признается Александр. Актер до мозга костей, режиссурой он занимался только по необходимости, когда, например, некому было поставить новогоднюю сказку. Но тут в творческий процесс неожиданно вмешалась жена Лариса. Это моя жена. Она куколка мне предложила эту идею. Она говорит, давай, Саш, соединим принцессу цирка и муху-цокотуху. Я говорю, как интересно, как здорово может получиться цирковое представление с куклами и под музыку из принцессы цирка. Загоревшись этой идеей, Анкудинов зажег ее и художника театра Михаила Кривенко. Решив подарить зрителю настоящий праздник, они начали работать над созданием музыкального шоу. Просто показать, скопировать цирковые номера – это тоже неинтересно. Надо добавлять что-то, что-то с юмором делать. Поэтому мы с Мишей каждый раз перед номером, который мы репетировали, мы придумывали историю. Чтобы это был не просто номер, а это был сюжет какой-то. Поэтому было интересно. Чтобы сохранить так любимый детворот текст Чуковского, Анкудинов вел спектакль двух клоунов. Именно они и рассказывают детям об удивительных приключениях цирковой артистки Мухи-цокотухи, перемежая сюжет номерами и собственными шалостями. Очень прям нежно отношусь к этому спектаклю и к этой роли. Прям нежно. И так ревностно даже. А здесь прям тебе вот все карты в руки. Чего хочешь, что я делаю. Ну, естественно, в рамках. И вот это вот ощущение, что ты несерьезно, а тебе уже прилично годов, а это доставляет удовольствие. Если это получается, это доставляет удовольствие. Татьяна признается, для этого спектакля было придумано море клонских реприз. Например, с ее героя в самый неподходящий момент спадают штаны. Над этой выходкой зритель, как правило, хохочет до слез. Однако выполнять этот трюк постоянно оказалось нелегко. Штанишки падают, а у меня в это время фальшивая ручка, чтобы зрители не догадались, что я своей рукой это все делаю. Бывало такое в практике, что иногда не получалось по каким-то причинам, что-то там застревать могло. Но, в принципе, всегда срабатывает. Просто надо правильно зарядить. Море импровизации, юмора, зажигательная музыка и умопомрачительные кукольные трюки. Зрители порой даже и не догадывались, что это работа сразу четырех артистов, спрятанных за ширмой. Все было сделано настолько виртуозно, что каждый номер вызывал восторг. Не стало исключением и юбилейный спектакль, который также на ура был воспринят уже новым поколением юных зрителей. После его окончания для детворы устроили праздничную интермедию в фойе с играми и подарками. Артисты посчитали, что за 10 лет муха по полю прошла и нашла порядка двух с половиной тысяч монеток, которыми им было решено поделиться с детворой. Татьяна Артюнка, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.